Добрый день! В эфире Рябов-ТВ. С нами на прямой связи сегодня главный редактор информационно-аналитической газеты «Ноев Ковчег» Григорий Юрьевич Анисонян. Добрый день, Григорий Юрьевич! Спасибо, что нашли время и вышли с нами на связь. Григорий Юрьевич, сейчас все разговоры, конечно, о карабахском вопросе, о мирном соглашении армяно-азербайджанском. И хотелось бы в течение сегодняшней нашей беседы поговорить о разных аспектах, в том числе информационном сопровождении. И первый вопрос, вот эти все процессы, которые происходят, встречи на разных уровнях, на самых высших. Московский формат, европейский формат, два варианта договора, которые рассматриваются. Есть ли какая-то позиция общая, сформированная у российской общины? Как вот вам из России видятся все эти процессы? Еще раз добрый день, Зарой. Вы знаете, начну с вашего последнего вопроса, о том, что есть ли общее мнение. Нет, общего мнения нет и быть не может, потому что каждый видит проблему по-своему. Но мне кажется, что очевидно, что сегодня не только Армения не готова и не должна подписывать этот договор. Но и сама Азербайджан не готова. Почему? Потому что стороны Радика противоположно рассматривают условия этого договора. Это первое. И второе, мне кажется, это договор сырой. Это первое. То есть это уже второе, да, буквально так говорится. И дело в том, что американцы, США, Запад, они стараются быстро, насколько возможно быстро завершить вот это подписание мирно, предлагать свой вариант и так далее. Какова цель? Мне очевидно, что для США армитурный карабах, арцах, для них это не главное. Для них это не самое главное, для них, чтобы создать такие условия для вытеснения России с южных Кавказа, за Кавказом. Это настолько очевидно, что уже об этом не говорит только ленивый. Это первый момент. Второй момент, что сама власть Армении очень расплывчато представляет заключение этого мирного договора. Почему? Посмотрите, обещает что-то. Постоянно что-то обещает, а потом не выполняет. В результате этого Алиев, используя вот эти моменты, нарушает границу суверенной армии. Все это печально. И какие могут быть договоренности, будь то в Сочи, будь то в Вашингтоне, если регулярные войска Азербайджана находятся на суверенной территории республики Армения. Мне кажется, что в первую очередь нужно начинать цепь. Я уже не говорю о военнопленных, о которых шла речь еще 9 ноября 2020 года. Но Армения выполнила свои обязательства, то есть все пленные были выданы, а Азербайджан сохранил всех пленных и порциями выдавал. И до сегодняшнего дня, уже прошло 2 года, еще наши ребята находятся в Азербайджане. Но в таких условиях о каком мирном договоре может быть речь? Наверное, здесь нужно сначала поработать в этом направлении, поставить все точки над «э», а потом уже говорить о мирном договоре. Мне кажется, что очень многие в России придерживаются моей точки зрения. И эта точка зрения не потому, что она моя, она правильная, а потому, что она наиболее приемлема для нашей стороны, для армянской стороны. Тогда в этом случае, если договор сырой и стороны, в принципе, еще не готовы, почему армянские власти тоже стремятся до конца года заключить этот договор? То есть на них какое-то давление есть извне или все-таки им выгодно побыстрее заключить на каких-либо условиях? Конкретно, может, этим властям это выгодно? Мне кажется, все-таки армянские власти, они сами не определились до конца, что нужно делать. И поэтому идет такая, такие качели, то в одну, то в другую сторону. То мы подписываем договор, то потом вносим какие-то изменения, потом мы хотим подписать, мы не хотим подписать. Это результат того, что люди, которые занимаются этим вопросом, они недостаточно компетентны и не глубоко представляют проблему, всю проблему и ее историческую часть. Я имею в виду, начиная с начала конфликта, с 88-го года по сегодняшний день. Нехорошо представляют, слабо представляют все нюансы и все договора, которые были до этого подписаны. То есть все те привилегии, которые были достигнуты за столом переговоров за эти 30 лет, они, мне кажется, не то что игнорируются, а просто о них не говорят. Если посмотреть в историю переговоров, то там очень много, позиция Армении всегда была более четкой и более сильной. Постепенно эта позиция ослабевала и сегодня практически этой позиции армянской, мне кажется, она не существует. И если она существует, то она скорее пораженчества. И вот, Григорий Юрьевич, в преддверии сочинской встречи со стороны армянских властей были такие очень недружественные шаги в отношении российской стороны. В частности, когда закрыли въезд за Тулину, Маргариту Симониан. Как вам видится, почему это какие-то показные такие были шаги, что это вообще такое? Ну, начнем с этого беспрецедентного и трудно найти слова шага, который совершила армянская власть в отношении Константина Федоровича Затулина. Человека, который всецело, честно представлял все интересы армении на российско-армянской площадке, на международной площадке. Не надо забывать, что Константин Федорович разрабатывал документы по признанию геноцида армян в Российской Федерации, в Госдуме Российской Федерации. Его заслуги очень большие перед Арменией, перед армянским народом. И вот такое поведение, оно имеет под собой, видимо, более чем просто вот чье-то там желание. Мне кажется, что этот шаг можно назвать провокацией. Тогда, если Константину Федоровичу запрещен въезд в Армению, ну, там есть еще люди, которым запретили, там Маргарите Симонян запретили, еще там, тогда мнение Константина Федоровича разделяет 2,5 миллиона армян, проживающих в России. Значит, им всем тоже нужно запретить въезд в Армению. Это первое. И второе, я не думаю, что в Армении более половины населения отрицают роль Константина Федоровича в том, о чем я говорю. Значит, их нужно выдворить всех из армий, если идти вот по этой логике. Лучшим вариантом было бы извинение и, значит, аннулирование этого пасхи, будем так говорить. Первый вопрос, о чем я хотел сказать. Ну, второе, значит, перейдем на сочинскую встречу. Ну, я расцениваю результат сочинской встречи. И вообще сочинская встреча – это такая промежуточная встреча. Не думаю, что там можно говорить о каких-то результатах. Президент России Владимир Владимирович Путин, он четко сказал, что вот эта встреча дает возможность продолжать, значит, трехсторонние встречи по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И я думаю, что именно в этом заключается польза этой встречи, не более того. Что касается антироссийских высказываний в Армении, ну, что я могу сказать? Запад работает, работает довольно-таки успешно. И, значит, определенное количество наших соотечественников, которые проживают в Армении, они подвержены этой пропаганде, можно так сказать, и ведутся на эту пропаганду. Что дает определенный результат. Хотел сказать о работе тех организаций, которые находятся в Армении. Мягкая сила не отменена во всем. Она работает и ее очень хорошо используют. И Соединенные Штаты, и Великобритания, и другие страны. Почему-то Россия, к сожалению, не пользуется этим инструментом до конца. И это, конечно, очень обидно. И хотелось бы, чтобы на это обратили особое внимание. Хочу подчеркнуть, что те организации, которые работают в Армении, их не так много можно сосчитать на пальцах одной руки. Я имею в виду Россотрудничество, я имею в виду Славянский университет, имею в виду Дом Москвы и, может быть, еще пару таких организаций, они не выполняют даже тех функций, которые на них возложены. Это мое четкое представление, не просто слова. У меня есть и конкретный пример и доказательство. Мы обращались к этим трем организациям, конкретно к Дому Москвы, к Славянскому университету, чтобы нашу газету, а наша газета на протяжении 25 лет работает на российско-армянские отношения, на развитие культурные, экономические, политические. Почему нет? Но, к сожалению, эти три организации просто отмахнулись и даже не хотят получать нашу газету. Ладно, это мое, так сказать, у меня здесь есть какая-то, может быть, заинтересованность. А чем вообще занимаются? Кстати, хочу подчеркнуть, что в отличие от этих трех организаций, посольство Российской Федерации в этом плане на высоте, они выписывают достаточное количество экземпляров и все время в курсе. И кроме того, что выписывают, они все время в контакт высылают самые нужные информацию вовремя. Мы размещаем на нашем новостном сайте новости НК. Есть обратная связь, публикуем их материалы, созваниваемся, когда нужно. То есть работа идет, и она была, и сегодня она едет. Это организация, но она государственная организация. И радует хотя бы, что эта организация все-таки работает. А вот эти две организации мне очень жаль, что ведут такой пассивный образ. И здесь вот как раз хочу подчеркнуть, что я говорил о мягкой силе. Вот эти организации, раз поборники мягкой силы, они не дорабатывают, будем так мягко говорить. Что еще могу сказать? Очень жаль, что на этом фоне некоторые армянские и политологи, и политическая, так сказать, сфера, она ведется на этой антироссийской пропаганде. И некоторые политологи, и некоторые политики иногда очень некомпетентно и некрасиво выражаются, выступают против России. Они должны одно понять, что здесь далеко ходить не нужно, ни в какие архивы не нужно заглядывать. Просто нужно иметь даже школьное образование для того, чтобы понять, что так получилось, что геополитически так получилось, что Армения сегодня не может выжить, в буквальном смысле слова, без Российской Федерации. Но так получилось. Теперь хотите вы этого, не хотите, дорогие товарищи, друзья. Это так. И испытывать вот эту российско-армянскую дружбу, российско-армянское сотрудничество, там, союз российско-армянский, его испытывать не нужно, потому что это шрибата многими негативными последствиями. И совершенно не нужно для этого изучать какие-то, вдаваться в науку. Это лежит все на поверхности. И посмотрите, Заруй, мы все знаем, что Российская Федерация все, что могла, она сделала. В 2020 году, да, можно сказать, остаток Нагорного Карабаха спасла Арцаха. И почему-то все в Армении, не все, но многие в Армении думают, что это, так сказать, не так важно. Это очень важно, это очень важно, потому что на этом фоне все вот эти заявления Соединенных Штатов, заявления Франции и так далее, они остаются пустыми заявлениями. Вот вчера, позавчера была встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и США. И господин Плинкин сказал, что мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был мир. А что вы сделали для этого, кроме вот этих заявлений, пустых заявлений? Что вы для этого сделали? Вы наказали Азербайджан за то, что они били мирное население фосфорными бомбами? Вы ввели какие-то санкции против Азербайджана. Что вы сделали, кроме того, что вот эти пустые заявления никому не нужные, они все время на протяжении вот этих трех лет мы слушали. Вот что сделали? Есть конкретные вещи? Что сделали? И на этом фоне, значит, вот эта антироссийская риторика в Армении, она не только несправедлива, она еще и опасна. Григорий Юрьевич, мы видим, в Арцахе тоже какие-то процессы происходят. Вот назначение Рубена Вартаняна, там, министром. Как, на ваш взгляд, вот эта вот его новая должность может повлиять как-то на судьбу Арцаха? Вокруг этого вообще складываются разные версии, заговоры или наоборот, что это спасет судьбу Арцаха, ведь он является как российским бизнесменом, меценатом, так и у него есть связи с Европой. То есть может ли его назначение как-то повлиять на дальнейшую судьбу Арцаха, как вам видится? Вы знаете, поведение Рубена Вартаняна вызывает глубокое уважение. Вы посмотрите, человек, который, ну, в жизни добился всего, будем так говорить, самодостаточный во всех сферах человек бросает все, едет в Карабах, чтобы как-то помочь. И посмотрите, кто против? В первую очередь против Азербайджана, потому что любое усиление в Арцахе, это воспринимается Азербайджаном в штыки. Но наряду с этим это негативно воспринимается и властью Армении, и оппозиция Армении тоже. Вот здесь для меня совершенно непонятна позиция власти Армении и оппозиции. Ну, какой вред вам того, что Рубен Барданян приехал в Арцах и хочет помочь своему народу? Здесь, ну, много чего можно, но я воздержусь. Хочу сказать, что человек хочет помочь своему народу. Я другого пока ничего не вижу. Всегда хотят найти какой-то негатив. И этот негатив ищут и не могут. Потому что, на мой взгляд, этого негатива просто нет. Бену Карлинчу я просто желаю здоровья и успехов на том поприще и на наношение той ноши, которую он завалил на свои плечи. Я только так могу сказать. Какие перспективы? О перспективах говорить очень рано, потому что сначала должны решаться какие-то политические вопросы. А Рубен Барданян в основном будет заниматься, насколько я понимаю, экономическими вопросами. Он не политическими вопросами будет заниматься. Поэтому в экономическом плане, я думаю, что будут какие-то... А в политическом плане, после урегулирования конфликта, может быть, появятся какие-то положительные вещи. И вот хотелось бы вернуться к той теме, которую вы уже затронули. Информационную политику, вашу издательскую деятельность, в которой вы уже 25 лет издаете газету «Ноев Ковчег». И, ну, как бы и вы, и мы в этой вот сфере. Вот на ваш взгляд, вот именно издание газет, потому что мы видим, что сейчас все больше там форматы новые, телеграм, интернет. Ну, вот именно то, чем основное, да, вот эта газета «Ноев Ковчег», чем вы занимаетесь, и вообще печатная продукция. На сегодняшний день, на ваш взгляд, насколько вот она сохраняет свою актуальность, насколько это вот нужно? И как вам видится вообще дальнейшая судьба, вот как говорили кино и театр? Сохранит ли вот газета свою роль, свою функцию в обществе? Вы хорошее сравнение сделали только что за роль, когда сравнили с театром и так далее. Вы посмотрите, есть ли хорошие спектакли, там всегда аншлаг. Будет это сегодня, будет это завтра или через год. Я уверен, что талантливый режиссер, поставив спектакль в талантливом театре, наперет должное количество зрителей, и там будет аншлаг, и будут просить лишний билетик. Можно такую параллель провести и в нашем деле. Печатная продукция, да, она уступает, уступает вместо электронным средствам массового. Но только в информационном плане. То есть в информационном плане продукция не может конкурировать с электронами. Что по времени уже нет. Но аналитические статьи, исторические статьи, они всегда актуальны. И такой серьезный читатель обращается именно к такой бумажной версии издания. Это первое. Второе. Кроме того, что вы тоже издаете газету «Иралунг» на армянском и тоже в печатном виде. И вы тоже знаете, насколько сегодня мы с вами сталкиваемся с теми трудностями. Не только трудности в том, чтобы ее издать, но и в трудности в логистике. Потому что где-то количество упало, тираж упал. Где-то хотят, где-то отказались, где-то нет. Это нужно все корректировать. Но что печатная продукция еще нужна, и в ближайшие годы она будет востребована, я не сомневаюсь. Здесь есть примеры. Еще несколько лет назад, когда мы свободу приездили в Европу. Вот я бывал и во Франции, и в Вене и так далее. Я часто видел, что в кафешках ни один, ни два человека сидят со свежим номером газеты за чашкой кофе. И как в добрые такие времена читают эту газету. Это буквально 3-4 года назад, я говорю. То есть печатная продукция востребована не только у нас, но и она востребована. То есть если и Европа раньше нас перешла на электронные средства массовой информации, но тем не менее сохранила ее печатную продукцию. Поэтому мне кажется, что печатное дело еще будет. И посмотрите, некоторые читатели любят читать книги в электронном виде. Я, например, лично не могу это делать, потому что кроме того, чтобы получить информацию с прочитанного, нужно, наверное, получить и эстетическое удовольствие. Чего с электронной версии читать книгу, там, ту же «Войну и мир»? Я не думаю, что 15-летние молодые люди получат от этого удовольствия. Информацию получат, но удовольствия-то будет мало. И на этом фоне хочу сказать, что газеты наши, вы спросили о нас. Вот она востребована и в регионах России. Я знаю, что только не армяне читают. Да, да. И читают, конечно, читают газету не только армяне, но и те, кто интересуется Арменией. Я имею в виду россияне, да, не армянской национальности, которые интересуются Арменией и вообще регионами. И поэтому газета, она востребована. Но вместе с этим у нас есть и электронная версия газеты, есть и новостной сайт, и видео-варианты. Так что здесь, мне кажется, что нужно это все делать в комплексе. И тогда разные категории читателей и слушателей и зрителей можно охватить. Вы имеете в виду в комплексе, то есть ее включить в эту мягкую силу, в эту политику, чтобы большее распространение это все имело, и чтобы структуры и газеты как-то взаимодействовали. Больше бы было внимания. Да, переходя вот плавно, переходя снова на мягкую силу, то мы с вами и являемся, значит, какой-то ветвью этой мягкой силы, которую, мне кажется, ну, не то что недостаточно, а совершенно не пользуются этим власти. Ну, я сейчас имею в виду власти Армении, да, например, я не только сегодня имею в виду, и 20 лет назад, 25 лет назад, 10 лет тому назад, и сегодня власти Армении никогда не дали внимание на значение армянской прессы. Если мы работали, мы работали в основном с отдельными личностями, как понимали это, даже были министры, которые понимали, представители, да, государства. Но само государство не выработало концепцию сотрудничества со средствами массовой информации, которые находятся в детстве. И сегодня этот процесс продолжается. Я считаю, что это большая ошибка, и в дальнейшем, может быть, надо пересмотреть этот пункт. Вот только так можно сегодня охарактеризовать, значит, а то, что вот я слежу за вашими, за вашей работой, за теми материалами, которые вы издаете, у вас очень правильная направленность, тоже российско-армянская направленность, то есть на укрепление связей вы работаете. И я думаю, что, к сожалению, в Армении сегодня не так много зданий работают в этом направлении. Но мы должны как-то объяснить людям, которые подвержены вот этой западной пропаганде, объяснить, что... Объяснить, где правда. Объяснить, где правда. И тогда, когда наша деятельность будет иметь смысл. Спасибо большое, Григорий Юрьевич. Было очень интересно с вами побеседовать сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова